всем привет добро пожаловать на мой канал кто у меня в гостях впервые давайте знакомиться меня зовут лена я очень рада видеть вас у себя на канале внизу под этим видео вы найдете ссылочку на мой инстаграм а также на мой youtube канал подписывайтесь и оставайтесь вместе со мной у меня не только кулинарный канал вы увидите что сможете найти много интересной информации смотрите и пользуйтесь а сегодня я предлагаю приготовить домашний творог многим кажется что это очень трудная затея и они не отваживаются на такой шаг но я вас уверяю что ничего сложного в этом нету это процесс не такой трудоемкий как казалось бы а результат получается изумительный творог получается вкусный домашний свежий без консервантов и самое главное вы знаете как вы и в каких условиях его приготовили а это согласитесь немаловажный фактор но не буду затягивать давайте приступим к приготовлению так как у меня нету возможности покупать домашнее молоко я свой творог чаще всего готовлю из магазинного молока самого жирного который мне удается купить это 3,2 процента жирности в этой кастрюльке я слила 3 литра молока сейчас я его немножко нагрею и затем добавлю кефир и сметану вымешаю все хорошо и оставлю на некоторое время до скисания то есть под влиянием кефира и сметаны будет процесс ферментации и в результате чего мы получим творог и так давайте начнем вот молоко нагрелось и я добавляю кефир и сметану вот 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 все замешиваю и оставляю до полной ферментации в отличие от йогурта я здесь кастрюльку прикрывать не буду чтобы молоко скислось быстрее а сколько бактерий которые находятся в воздухе способствуют тому чтобы молоко скисалось кого интересует рецепт домашнего йогурта я оставлю ссылочку под этим видео заходите также на мой канал смотрите очень легко приготовить и получается чрезвычайно вкусный и полезный домашний йогурт вот молоко у нас полностью скислось выделилась сыворотка можно приступать уже к нагреву я поставлю эту кастрюлю на водяную баню и буду хорошо прогревать молоко чтобы выделился творог вот так на водяной бане прогреваю творог вот так творог прогревается я его порезала на квадратике чтобы проходила сыворотка и боль лучше прогревалась вот у нас уже образуется творог сейчас еще немножко подержу а потом отставлю чтобы он остудился и сброшу на марлю в дуршлаг вот масса остыла творог опустился вниз сверху всплыла сыворотка будем отцеживать творог через марлю вот такой творог домашний получился в итоге из магазинного молока очень вкусный ароматный сладкий всем советую приготовить не бояться ничего трудного в этом и сложного нету а как известно домашний продукт всегда самый полезный и самый лучший кому понравился этот рецепт и если я вас вдохновила на новые начинания ставьте лайки подписывайтесь на мой канал заходите на мой инстаграм давайте общаться дружить всем огромное спасибо за внимание за комментарий за просмотр до новых встреч друзья в новых видео спасибо Продолжение следует...